Иглоукалывание, массаж, гуаша, простановка банок. Здоровье начинается с традиционной китайской медицины. История здоровья. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программы История здоровья. Мы рассказываем о сохранении и укреплении здоровья методами традиционной китайской медицины. Я китайская телеведущая, мое русское имя Зоя. Здравствуйте, меня зовут Элина. Здравствуйте, меня зовут Денис. Начать сегодняшнюю передачу я предлагаю с просмотра сюжета. Ну как вам этот сюжет? Ой, мне кажется, что в этом сюжете этот человек всегда живет в такой опасной обстановке. Мне действительно. А какое отношение имеет этот сюжет к сегодняшней нашей программе? Да, мне тоже очень интересно. Именно как я отношусь. В нашем этом сюжете сосуды, они похожи на провода. А вообще сама ситуация, она похожа на инсульт. А, Арина, я поняла. Это значит, во-первых, как это губорга. А во-вторых, потом как разрыв кровеносных сосудов. Правильно я так говорю? Да, верно. Именно что. Этот разрыв, он приводит к закупорке, и потом уже возникает инсульт. Денис, я думаю, что у тебя есть официальная статистика по инсульту. Расскажи нам, пожалуйста. Давайте расскажи, Денис. Инсульт является главной причиной смертности и инвалидности в мире сейчас. То есть после инсульта 20% это у нас умирают люди, и 70% они становятся инвалидами. То есть если взять из 10 человек, двое умрут после инсульта, а из 7 человек останутся инвалидами. Да, действительно. Можно сказать, что заболеваемость инсульта такая большая. И можно сказать, что если в семье один пациент, то это несчастье для всей семьи. Можно так сказать. Да. И сегодняшний наш гость, доктор, расскажет нам про заболевание инсульт и про реабилитацию после инсульта. Инсульт бывает трех типов. Ишемический, геморрагический и церебральная эмболия. Уровень заболеваемости инсультом очень высок. Симптомы. Паралич мышц половины тела, сенсорное расстройство и гемианопсия. Двусторонняя слепота в половине поля зрения. Среди причин, вызывающих инсульт, наиболее частые – это повышенный холестерин, гипертония и гипергликемия, высокий сахар крови. Инсульт лечат методами традиционной китайской медицины в отделении реабилитации госпиталя номер один при Университете традиционной китайской медицины. Методы – физиотерапия, повседневная тренировка тела и языка, иглоукалывание, массаж. Я – китайский доктор. Меня зовут Ван Линшу. Пациенты, у которых есть гипертоническая болезнь, а также есть гиперлипидемия, должны быть очень осторожны в холодное время суток. Потому что именно в это время может возникнуть инсульт. И поэтому у меня есть вопрос. Хорошо, Арина, давайте. Хорошо, я тогда покажу вам небольшой сюжет, а там уже вы все поймете сами. И мы сможем ответить, какие способы неправильные. И может возникнуть инсульт. Хорошо. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Денис, Зоя, а сейчас я предлагаю вам небольшую игру. Посмотрите, пожалуйста, на экран и какие ошибочные меры можно принять при попытке оказания скорой помощи. Всего 6 вариантов ответов. Пожалуйста, выберите неправильные. Хорошо? Хорошо. Давайте попробуем. Пожалуйста, напишите. Хорошо. Зоя, Денис, вы закончили? Да, конечно. Хорошо. Тогда ответ, пожалуйста, прочитай, что ты считаешь ошибочными мерами. Хорошо. А я выбрала всего два варианта. Первый вариант – покачать делом. Мне кажется, что это неправильный, это ошибочный. Мельбоз. Мельбоза качать телом, когда у человека есть риск возникновения инсульта. Да, я так думаю. А второй вариант я выбрала – нажать и навпадину. Нос и губ. Да, 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 да. Именно здесь это как точка. Нужно нажать. Мне кажется, что это дура неправильная. Так нельзя делать. Да, да, да. Хорошо. Вот у меня такие ответы. Денис, а ты расскажи нам, пожалуйста. Ну вот у нас, видимо, с Зоей сходные мысли. Я тоже написал покачать тело, мне кажется, при инсульте. После него нельзя качать тело. Вторая причина – я выбрал накрытие дьяволом. Я не понимаю, связь после инсульта, накрытие дьяволом, какая связь между этим. То есть ты тоже считаешь, что так делать нельзя? Ну, не то, что нельзя, то есть считаю это, возможно, бесполезным. Хорошо, понятно. Какие же правильные ответы мы сейчас с вами узнаем? Доктор Ван нам расскажет. Хорошо, давайте посмотрим. Нажимаем на впадину носогубной борозды. Этот метод очень эффективен. Он стимулирует восстановление коры головного мозга. И, кстати, хорошо помогает, если необходимо быстро протрезветь. При этом работник скорой помощи должен нажать на впадину носогубной борозды заостренным предметом, например, ногтем или костяшкой пальца. Нажать нужно силой. Считается, что чем больнее пациенту, тем действеннее работает данный метод. Трясти человека при подозрении на инсульт противопоказано. При возникновении внутримозгового кровоизлияния, ишемического инсульта и церебральной эмболии внутричерепное давление очень высокое. Если трясти тело, могут быть серьёзные последствия. Если больной внезапно падает, нужно немедленно вызвать скорую помощь. В западной медицине принято в таких случаях делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Или и то, и другое. Профессиональные доктора оказывают скорую помощь методам восстановления сердечной деятельности и дыхания. Однако при слишком сильном нажатии есть опасность повредить рёбра. Кроме того, опять же, не рассчитав силу, можно перекрыть дыхание пациента. Так что рекомендуется простой метод, то есть нажать на впадину носогубной борозды. В традиционной китайской медицине есть свои действенные способы восстановления. Это древний метод, который применяется до сих пор – нажатие на точки ши-суан, а также метод кровопускания. Поить водой или накрывать одеялом не стоит. Это только усугубит развитие болезни. Поверните голову пациента на бок, чтобы избежать попадания рвотных масс в органы дыхания. Если больного уже стошнило, нужно их очистить. После просмотра ролика я уже понял, какие способы нельзя сделать после инсульта. И надо всегда знать, что пациенты, которые перенесли инсульты, не отличаются от других. И родственники должны всегда сразу вызвать скорую помощь и ждать врача. И, возможно, отвезти пациента в больницу. Денис, ты очень умная, ты всё так и сам рассказала. Арина, у меня ещё есть один вопрос. Потому что ты как доктор, она более разбирается в медицине. Поэтому я хотела спросить у вас, что возможно заранее заметить и предотвратить наступление инсульта? Да, Зоя, очень хороший вопрос ты мне задала. Действительно, бывают предвестники инсульта. То есть симптомы, которые предшествуют инсульту. И сейчас мы посмотрим на экране, всё увидим. Продолжение следует... Продолжение следует... По каким симптомам можно определить возникновение инсульта? Давайте начнём с головы. Во-первых, у пациента есть ощущения, которые описывают так. Кровь стынет в жилах. Это вызвано церебровоскулярной недостаточностью. Также возникают ощущения распирания в голове, боли в виске. Если всё происходит на фоне гипертонии, есть вероятность кровоизлияния в мозг. Дальше давайте посмотрим на лоб. Морщины на лбу разглаживаются. Уголки рта опускаются, причём с одной стороны. Возможно, также частичное сужение поля зрения. Кроме того, страдают сосуды головного мозга. Угнетена функция слуха. Возможно, онемение лица или слюнотечения. Возникновение зевоты указывает на недостаточное кровоснабжение и, как следствие, на недостаточный приток кислорода к мозгу. Это также отрицательно сказывается на кровоснабжении тканей мозга. При этом возможно развитие ишемического инсульта. К симптомам инсульта относят и онемение половины тела, и шаткую неуверенную походку. Алина, я уже всё поняла. Пациенты, болеющие гипертонией, они должны обладать внимание на распорядок жизни. При возникновении инсульта нужно найти правильный способ лечения. Правильно? Да. Поэтому у меня тоже есть один вопрос к тебе. Потому что ты как профессиональный доктор, ты более разбираешься в медицине. Я хотела спросить у вас, что какими способами европейская инсульта лечится инсульт? Да, действительно. Европейская медицина относится к инсульту немного иначе, чем традиционная китайская медицина. И лечится лекарствами и хирургическими. Из лекарств это может быть как лекарство для устранения спазма и для устранения боли. Итак, мы уже на данный момент знаем очень много способов китайской традиционной медицины, которыми лечится инсульт. А какой же из этих способов самый лучший и самый эффективный? Богатая культура, особые методы лечения. Здоровье начинается с традиционной китайской медицины. Китай, китайской медицине, за то, что наши дети получили здесь шанс обрести новую счастливую жизнь. Здесь они работают и благодаря квалифицированным врачам получают результат. Добро пожаловать в Харбин, Китай. Современные медицинские учреждения, высококвалифицированные специалисты, встречи и проводы в аэропорту, сопровождение переводчиков на всех этапах диагностики и лечения. Телефон для справок 8-423-280-62-92 У этого пациента 63-х лет кровоизлияние в мозг стало причиной паралича половины тела. Мой муж лежит в больнице 13-14 дней. Когда обратился к доктору, он не мог двигаться. После курса иглоукалывания и массажа ноги начали потихоньку двигаться. Сейчас он может стоять самостоятельно. Я не ожидала, что его так быстро поставят на ноги. Уже через 10-15 дней он сможет выписаться из больницы. Нам помогли врачи традиционной китайской медицины. Реабилитация после инсульта осуществляется такими методами китайской медицины, как иглоукалывание, массаж, физиотерапия и, конечно, ежедневная физическая активность в соответствии с рекомендациями врача. Главный способ реабилитации – ежедневные тренировки. Мы учим держать стаканы, пить, есть, чтобы пациенты могли сами себя обслуживать. В настоящее время терапевты проводят физиотерапию в целях восстановления подвижности суставов. У пациентов с инсультом мышца обычно в спазматическом состоянии. При снижении мышечного напряжения различными способами, в том числе массажем, мышцы потихоньку восстанавливаются. При этом после тренировки у многих пациентов тоже повышается тонус мышц, который также снижают с помощью массажа. Иглоукалывание – один из самых популярных и действенных методов восстановления после инсульта. С его помощью мастера традиционной китайской медицины чистят каналы и коллатерали, возвращают чувствительность телу и восстанавливают двигательные функции. При этом иглоукалывание даёт тонизирующий эффект и стимулируют образование коллатерального кровообращения тканей мозга. Это вызвание восстановления. Ну всё, как мы видим, что своевременное лечение и реабилитация – это залог успеха в лечении инсульта. Да, и стоит добавить, что нужно хороший настрой как у пациента, так и у родственников. Это залог успеха. Да, действительно, Денис. Родственники – это такое важное в жизни человека, у которого случился инсульт, потому что именно благодаря помощи родственникам человек быстрее восстанавливает работоспособность и жизнеспособность после инсульта. Так что давайте посмотрим, как сопровождающие могут самостоятельно завершить курс лечения, курс массажа пациентов именно дома уже. Давайте посмотрим. Очень большая ответственность на родственниках больного, который восстанавливается после инсульта. Они должны знать особенности течения заболевания и процесса восстановления. Пациенту необходимы терпение родных, их поддержка и постоянная забота. В доме всё должно быть адаптировано к появлению человека, перенёсшего инсульт. Дополнительными приспособлениями для безопасности нужно оснастить унитаз, раковину, кровать и другие места в доме, необходимые больному. Так что надеемся, что наша сегодняшняя интерпретация поможет всем телезрителям научиться выявлять признаки инсульта на ранних стадиях и оказывать помощь при первых же признаках этого заболевания. А давайте сейчас посмотрим, что же в ВКонтакте пишут пациенты, которые хотят приехать на лечение. Хорошо, давайте посмотрим. Здравствуйте. Год назад моя мама заболела инсультом. После этого она часто нервничала. Кажется, что она стала совсем другой. Что же мне делать? Вот такой вопрос к нам пришёл. Так, ответ. Доктор отвечает. У пациентов, болеющих инсультом, бывают нервные состояния. Им нужна помощь докторов и родственников. В процессе реабилитации требуется терпение, чтобы хранить хорошее настроение пациентов для быстрого восстановления здоровья. Дальше ещё есть ли другие вопросы? Да, у нас ещё есть вопрос один. Итак, нам пишут. Здравствуйте. Мой отец болеет инсультом. Сейчас он сам не может ходить, не может нормально говорить. Какой курс лечения требуется пройти в Китае? Возможно ли выздоровление после реабилитации? Итак, доктор нам отвечает. Лучший период реабилитации после возникновения инсульта составляет 6 месяцев. Так что рекомендуется своевременное лечение в соответствии с состоянием пациентов. Курс лечения может быть разным. Срок реабилитации определяется по факту. Ну да, мне кажется, по интернету это нельзя решить. Нужно пациенту уже приехать, уже на месте. Да, да, да. Нужно, нафыстретье, нафыстретье. Именно, чтобы доктор посмотрел фактическое состояние, чтобы доктор правильно определился. Добро пожаловать в Харбин, Китай. Высоквалифицированные специалисты. Встречи и проводы в аэропорту. Сопровождение переводчиков на всех этапах диагностики и лечения. Телефон для справа. Сегодня наш доктор очень подробно и хорошо рассказал нам о инсульте. Надеемся, что наша сегодняшняя терпоритация сможет помочь всем. А если у вас остались какие-либо вопросы, вы всегда их можете задать на нашем сайте. Мы постараемся вам ответить. До новых встреч. До новых встреч, уважаемые телезрители. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok